Внедорожники это машины повышенной проходимости, которые пользуются огромной популярностью во всем мире, и особенно там, где есть проблемы с качеством дорог. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня подборка возможно лучших внедорожников всех времен и народов. Роллигон. Роллигон по праву считается одним из наиболее крутых и функциональных изобретений 20-го столетия. И они были прекрасным вариантом, если нужно преодолевать условия полного бездорожья. Фактически, Роллигон – это торговая марка шин, предназначенных для использования на пересеченной местности или для движения по мягкому грунту пустыни и тундры. Шины имели большую площадь поверхности и были заполнены воздухом очень низкого давления. Поскольку вес автомобиля распределялся по большой поверхности, Роллигон оказывал гораздо меньшее давление на землю по сравнению с обычными шинами. Кроме того, такие шины могут легко деформироваться, проглатывая неровности дороги и все препятствия. Роллигоны изобрел Уильям Гамильтон Олби, который основал компанию Олби Роллигон Компани и начал производить автомобили с шинами низкого давления. Немного позже, с помощью армии США, компания Олби выпустила джип, грузовик Рео и Dodge Power Wagon, оснащенные Роллигонами. Последним творением стал семитонный внедорожник Олби Роллигон, тот, который вы как раз видите на своих экранах. Возможно, если бы Олби не столкнулся с финансовыми проблемами и не продал в 1960 году компанию, то его детище могло сильно преобразиться и дойти до наших дней в таком виде, в каком вы видите его на этом концептуальном арте. Армстед Сноумотор. Эта техника оснащена двумя цилиндрами с канавками, которые перемещают машину по снегу. Фактически, это винтовая система, в которой используются два вала от трансмиссии, а также есть две цепи, которые приводят в движение эти самые цилиндры. Автомобиль был разработан и изготовлен компанией Snow Motors. Chainlink 4х4. Фотографии автомобиля Chainlink уже давно крутятся в интернете, но это не делает его менее впечатляющим. Наблюдать за ним в действии – это настоящее зрелище. Дело в том, что этот самовыравнивающийся автомобиль является эталоном гибкости среди всех внедорожников. Chainlink с шарнирно-сочлененной подвеской выглядит прям как из фильма о трансформерах. Это нестандартное транспортное средство, благодаря такой подвеске, может ездить практически по любой местности, в том числе и по очень неровным поверхностям. Система работы автомобиля очень сложная, и построить все это было очень непросто. Создатель Chainlink, Кэмерон, рассказывал в интервью, как столкновение со смертью заставило его построить эту установку. Первоначальная идея такого транспорта возникла незадолго до его свадьбы, но была забыта по каким-то причинам. Затем, после того, как несколько лет спустя он сильно заболел, мужчина решил, что должен осуществить свою мечту. В любом случае, это безумное изобретение было построено в тот момент, когда Кэмерон думал, что ему осталось жить совсем немного. Chainlink может поднять переднюю шину на высоту более двух метров. Это без какой-либо опоры под указанной шиной. Кроме того, он может трансформироваться из двух с половиной метровой колесной базы в двухметровую, просто перемещая поворотные рычаги. Регулировка подвески позволяет оставлять зазор под брюхом этого зверя от нуля до одного метра. Возможность поднимать и опускать шины и подвеску по своему желанию позволяет водителю действительно делать интересные и необычные трюки. С четырьмя 60-сантиметровыми гидроцилиндрами и подушками безопасности также можно поднять задние колеса на 1,2 метра в воздух. Все эти ранее перечисленные технические особенности транспортного средства позволяют преодолевать довольно серьезные препятствия. Но стоит также отметить, что для того, чтобы почувствовать себя комфортно за рулем этого железного монстра, необходим очень большой опыт вождения. Татра Т-813 Колосс Автомобиль Татра Т-813 – это детище чехословацкого производства, производимого с 1969 года фирмой Татра. Этот тяжелый внедорожник получил название Колосс. Транспортное средство использовалось как универсальный десантно-грузовой автомобиль или артиллерийский тягач на передовых позициях. Его полезная нагрузка составляет около 8000 килограмм. Автомобиль также может буксировать прицепы максимальной массой 65 тонн или артиллерийское орудие калибра до 152 миллиметров. Его можно использовать даже как балластный трактор. Татру Т-813 также можно применять для перевозки тяжелого инженерного оборудования, такого, например, как секции плавучего моста. Базовая версия имеет полностью стальную четырехдверную кабину, которая вмещает водителя и шесть пассажиров. Машина мощностью 310 лошадиных сил имеет полный привод и использует уникальную независимую подвеску Татра с трубчатой рамой и качающимися полуосями. Каждое колесо движется вверх и вниз независимо, что обеспечивает исключительную мобильность по пересеченной местности и более высокую скорость на неровных дорогах. Бурлак. Внедорожник Бурлак – это трехосный автомобиль повышенной проходимости с полным приводом, который предназначен для транспортировки людей и грузов по бездорожью и воде. Благодаря современным техническим решениям транспортное средство обеспечивает не только преодоление сложных маршрутов, но и дает возможность экипажу и пассажирам располагаться в комфортных условиях. Дело в том, что в автомобиле есть кухня с газовыми горелками для приготовления еды, а также умывальник и душ. Кузов внутри утеплен, а также имеется теплообменник от системы охлаждения двигателя на 30 литров. Он позволяет топить снег и нагревать воду до температуры 90 градусов примерно за один час. А еще есть две печки и два автономных отопителя. Поэтому, если вы захотите уехать куда-нибудь подальше от цивилизации, этот внедорожник станет отличным домом и средством передвижения. К тому же нельзя забывать о главной особенности Бурлака. Благодаря герметичному поддону снизу, машина легко превращается в полноценную амфибию с грибным винтом. Ну и технические характеристики у этого автомобиля, конечно, на высшем уровне. Aton Impulse Viking 2992 Этот серьезный российский семиместный автомобиль выглядит как апокалиптический внедорожник с защитой от гранат, который с легкостью преодолевает реки и озера. Но вот за его мускулистой фактурой скрывается удивительно кроткий двигатель объемом 1770 кубических сантиметров. Викинг развивает скорость около 60 км в час по дороге и примерно 15 по воде. Как медленный и устойчивый внедорожник, он способен преодолевать уклон в 38 градусов. А его массивная форма и низкий центр масс дают ему 42 градуса бокового наклона. Это прежде чем водитель может начать беспокоиться об опрокидывании. Викинг ездит на огромных шинах, давление в которых водитель может регулировать в любое время из кабины. Компания-производитель отмечает, что более низкое давление в шинах минимизирует давление на грунт, что причиняет меньший ущерб окружающей среде. Toyota Tears Ferret Компания-производитель этого транспортного средства пошла по принципу «все или ничего». И выпустила свой автомобиль, за рулем которого сел семикратный национальный чемпион по внедорожным гонкам Би Джей Болдуин. Для чего? Да чтобы подвергнуть машину серьезному стресс-тесту. И можно смело заявить, ничего подобного вы раньше не видели. Получив в свои руки Ferret Scout 1959 года, автомобиль, который использовали британцы в начале Холодной войны. Компания его радикально изменила, добавив дополнительный набор колес, каждая из которых приводилась в движение собственной гидравликой. А двигатель взяли Chevrolet LS V8. В общем, получился очень крутой внедорожник, мощностью и возможностями которого могут позавидовать многие конкуренты. Зил Пунишер Зил Пунишер, или Каратель, один из относительно новых бронетранспортеров российских спецслужб, который предназначен для перевозки личного состава из десяти человек, и является пулей и минонепробиваемым. Такой внедорожник с легкостью может преодолевать болото и пересеченную местность. Каратель оборудован дверьми в стиле крылочайки, которые как бы создают трап для входа в высокую кабину. Вся эта броня добавляет буквально тонны к грузовику, приводя собственный вес карателя к 18 тоннам, в результате чего двигатель потребляет изрядное количество топлива – 100 литров на 100 километров. Несмотря на это, Зил Пунишер в состоянии достигать максимальной скорости в 150 километров в час, что делает его самым быстрым БТР в мире. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok